Это Россия 24 в студии Антон Борисов. Сейчас о главном событии уходящего дня не стала Людмила Гурченко. Людмила Гурченко Людмила Гурченко Людмила Гурченко Соболезнования родным и близким актрисы выразил президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин. Еще недавно она отмечала юбилей, не скрывая возраста, 75, пролетевшие как мгновение, как те самые пять минут. В эти пять минут можно сделать очень много. В ее творческой биографии сотни киноролей, самая первая дорога правды, но в сердца зрителей Люси Гурченко ворвалась Леночкой Крыловой. В 21 веке она так же очаровательна, как и в середине 20-го. Только сожалела, нет сегодня уже тех образов, а новые герои для нее малоинтересны. Играть кого? Кого играть? Это же возрастных ролей нет. А если есть, то мама, кого-нибудь киллера или тетя просят с прошлой жизни. Ну, правда, что говорить? Роль Анны Георгиевны из «Старых стен», по признанию Людмилы Марковны, самая любимая. Производственный роман в те годы настолько не ее, что в успех этого амплуа она не верила до последнего. После карнавальной ночи, которая перевернула свое время, мир, наш мир, время, закрытую страну, моду, музыку, аранжировку, все ко всем, ко всем. Директор текстильной папы, я не платила там 8 месяцев за профсоюз. Что-то такое, я совсем так далека от всего этого, я говорю, алло. Это мне, а ты считаешь, это мне в голову пришлось считать выполнение плана по фактически реализованной продукции. У нас никогда не поймешь, реализована она или нет. Ну, как? После так-так-так, так-так-так, ну, так-так. Я боялась, что люди не поверят. Поверили. И как не проникнуться любовной историей уже не молодых людей? Ведь зритель видит, что любитель на экране и в жизни Людмила Марковна умеет, как никто другой. Книгу о себе актриса написала еще в советские времена, после перестройки дописала. Про предложение поработать доносчиком во время международного фестиваля в 57-м году. «Вас знают и любят», — сказали ей люди в штатском. «У вас легко получится». Она отказалась. И очень скоро ее перестали снимать. Долгие 15 лет после «Карнавальной ночи» были только киноэпизоды. Время ушло. И потому вместе с этими временами ушли и мечты, и похоронились все вещи такие, которые дают возможность вспрыгнуть. Ну, мечта — это прыжок. Я не прыгаю. Подпрыгиваю. Поддерживала семья, особенно отец. Он всегда был уверен, что Люся, научившаяся петь раньше, чем говорить, станет всемирно известной артисткой. «Иди, доченька, иди вперед, иди, дуй свое, я бах на сцену». «Острые сумерки» — это фильм режиссера Людмилы Горченко о музыканте и о тех, кто видит и ценит талант. Чтобы лента вышла на экраны, режиссеру и исполнительнице главной роли пришлось отказаться от гонорара. «Отвыкли люди от каких-то вещей. На украинском языке есть такое слово. Человечность — это не то. Люденность. Люди, люденность. Человечность — это глубже намного. От этой люденности люди как-то так. Люди отошли, отвыкли. Немодно». «Как-то она сказала, что всегда хотела не плыть по течению, а сама создавать волну. И это ей удавалось. Всегда. Несмотря ни на что». Гуля Болтаева, Дмитрий Мельников. Вести. О смерти великой актрисы оскорбят ее коллеги. Петр Тодоровский вспоминает, как работал с ней над картиной «Любимая женщина-механика Гаврилова». Трагическое известие ушло из жизни. Великая актриса, первая звезда в нашей культуре, я бы сказал, а не искусстве. Потому что она и в кино, и на эстраде, и в театре. Ей все подвластно. Это великая женщина. Могла покорить любой зал, любое собрание людей. Мне посчастливилось с ней работать, общаться. Когда мы снимали вместе с ней фильм «Любимая женщина-механика Гаврилова». Это, конечно, чудо. Очень жалко эту великую актрису, которую так любили, и так она много давала, приносила радости нам. И пусть и земля будет пух. Одна из ролей Людмилы Гурченко в трилогии «Гардемарины» режиссера Светланы Дружининой. Неожиданные события. Когда уходит так невероятно искрометный человек, который так же искрометно жил, творил, и так и ушел. Светлая память о Людмиле Гурченко, которая дарила нам невероятную амплитуду эмоций. От драматических рассуждений и переживаний до удивительного фейерверка праздника. Светлая память о Людмиле Гурченко. Дай Бог тебе. Господь, примей душу с миром. В этой же картине с Людмилой Гурченко снималась Кристина Арбакайте. Для всех нас и для людей, которые с ней, наверное, сталкивались вместе, так скажем, в творчестве или по жизни, это нереальная утрата. Потому что этот человек гениальный, это легенда. Она творчества, да, училась ее творчеству не одно поколение артистов. Для меня она была всегда человеком, на которого можно равняться. Можно брать пример перфекционизме, в том, в котором она подходила к жизни, к себе, к искусству, к творчеству. Она была в этом плане совершенно идеальнее человека. И она была требовательна, естественно, к себе, не только к себе, но и к окружающим, к другим людям, которые с ней вместе сотрудничали. Поэтому, наверное, порой она была резка. Это абсолютно естественно. Людмила Гурченко также активно играла в театре, выступала с концертами и снималась. Как и удавалось выдерживать такой темп и всегда оставаться неотразимой своими секретами, актриса поделилась в одном из своих последних интервью в программе Ивана Кудрявцева «Индустрия кино», которая записывалась прошлой осенью. Я точно знаю, что вы очень сильно устоете. У вас есть ваш собственный рецепт, рецепт от Людмилы Гурченко? Как быстро восстановиться, когда нужно завтра снова в бой? Только потому, что нужно. Я не могу объяснить. Выхода нет, надо, нет выхода. Я встану с больничной койки, ну, как раньше, допустим, встать после мамы, когда должны были ампутировать ногу. Но ее собрали за 19 осколков, и я вся в этих штырях. Костыли. И меня везут на съемку через три месяца, после того, как я отлежала здесь, в ЦИТО. Везут меня в Румынию на каталке. Это героиня фильма. Понимаете, да? И я вот с таким гипсом, так сказать, самым высоким. Дети, эти козлята, прикрывают этот гипс. И я на трех языках, которые я там изучала в больнице. ПЕНТРУ ФИЕ КАРА ЕВКУ ДРАГАМ АДУ НАТНА на румынском. И ХАЙ ГУТМАЙ, я забыла. На английском, уже на английском забыла. А на этом помню. Видишь, какая тупая. Вот. И на русском. То есть в три этих самых фонограммы. Значит, это девять дублей. Если я то выдержала, то с уколами, отбезболивающие от отеков, безумные, это безумие. Если там я выдержала, то уж, простите, это выдержать можно. Хотя идут годы, я все понимаю. Идут годы, они не щадят и все такое. Но вот это вот стронг внутренний, он если сломается, значит, до свидания. Но пока не ломается, я буду делать то. Знаете, как великолепно. Я обожаю Фадеевский разгром, который он написал 23 года. Финал. Когда герой посмотрел на оставшиеся от этого отряда людей и понял, что надо жить и исполнять свои обязанности. Вот это я на всю жизнь хорошо помню. Похоронят Людмилу Марковну Гурченко в понедельник, 4 апреля, на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида состоится в тот же день в Доме кино на Васильевской улице. Полина, простите, я хотела у Вас попросить сценарий. Что? Какой сценарий? Ну, вашего фильма. Видите ли, мой корнеет, очаровательный корнеет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...